Радио 54 То есть это полностью реконструкция И мы стараемся максимально приблизиться К тому, что было в оригинале С тканью, конечно, проблема Ни одна ткань столько времени не выживет То есть Когда находят ткань, которая Аналогичного производства, например, с военных складов Производства 60-х годов Заменитый диагональный рубчик Который не достанет сейчас На реконструкцию рабочей крестьянской Красной Армии То есть стараемся шить из максимально Подходящей аутентичной ткани Фурнитура Снаряжение Значки, в основном все оригинальные Пуговицы В основном все оригинальное Это можно купить где-то в открытом доступе Да, да Я больше скажу, что даже по вермахту Этого было произведено в таком количестве Что можно это тоже приобретать Недорого Элементы, да, элементы Да, имеется ввиду Конечно, целиком комплект Это, ну, дорогущий становится В итоге Вот, по немцам Чуть сложнее все, естественно Потому что наши шли Вообще-то бумажные ткани Которые сама по себе дешевле Шли там, не знаю В ватниках, да, шли там Ну, то есть В простых вещах Которые, да, фактически там До 60-х годов особо и не менялось У нас Снаряжение, обмундирование армии То, как бы, вот Чтобы делать врагов Там и начинается Дорогущее сукно Там определенных оттенков Которые сейчас там не найти Потому что Как бы это все Там сейчас не производится Естественно С определенных пор И даже там Бундесвер не сильно Удовлетворяет таким нуждам То есть Есть, как бы Швейные мастерские Есть варианты Даже вот там Швеи у нас уже обучены Есть специальные девушки Которые долго-долго Тренировались Чтобы шить форму Разных стран Это касается не только Естественно Великой Отечественной войны Это и Первая мировая война Где еще больше проблем По Первой мировой войне С теми же там Австро-Венграми, например Потому что У нас в России Такой ни один магазин Естественно не продает Вот С РКК Все немножко проще Ну да С РКК намного проще То есть На самом деле На сегодняшний день Мы имеем таких Крупных Производителей формы Это Москва Беларусь И Украина Все упирается Как всегда В цену То есть Понятное дело У нас это хобби То есть Мы все из своего кармана Все это делом Я люблю брать на Украине Причем я нашел Ткань оригинальную И сейчас себе гимнастерки Беру с оригинальной ткани У меня конечно Дома имеются в коллекции Оригинальные гимнастерки Но если честно На реконструкцию Их Ну просто жалко Жалко Вещи там Они попадают В реально такие Условия приближенные К боевым И быстро там Изнашиваются Рвутся Одной формы хватает На одну реконструкцию Нет Насколько хватает Мы же не каждый день Ее носим То есть мы ее надеваем На мероприятия Все таки Это не ежедневное Далеко использование Потом еще от травы Ее отстирать Нет Это как раз таки Вот ни за что на свете Никто ничего не стирает Я помню Мы приехали полностью То есть мы надели Белые маскалаты Чем грязнее тем лучше И мы участвовали Да В очень крупной реконструкции В Подмосковье Как раз Разъезду Босекова И там была Крупнейшая реконструкция С использованием Катюш Там кучей Там что-то больше Десяти немецких танков Было Там куча пушек наших Как раз показывали Эпизод из фильма Горячий снег То есть Вот если вы помните Которые снимали у нас В области Которые снимали у нас В области Да Вот И мы туда поехали На всех были в основном Белые маскалаты Да Ну то есть Белая там Ну у нас была парка Штаны значит Белая парка Белые штаны Вот мы когда туда вышли Они были целиком черные Потому что была куча Горящего там Бензина Там пиротехники И вот до сих пор Вот мы если приходим Все говорят А что ты такой черным Говорят Ты что это вот оттуда Вот с фестивалем Болевое Все это уже как бы да Фронтовой антураж Конечно вещи стараются Не стирать Потому что ну наверное Если мы показываем Эпизод из сражения Там 9 мая Отчего посвященного Понятно Ближе к 45 году К победному То свежеотглаженной Форме только что То из магазина Ты будешь смотреться Абсолютно нелогично Девчонки участвуют В реконструкциях Ну опять же В РКК это проще Санитарки Санитарки Слизистки Да да Причем можно брать Конкретные прям Эпизоды Описанные да То есть конкретные Там какие-то Примеры героизма Спасение людей Да спасение людей Или когда там Командир убит Она значит пошла Там возглавила бойцов В атаку повела То есть получила медаль героя Звезду героя Советского союза То есть такие вещи Стараются показывать Естественно Ну вот опять же Советская армия Была проще Там женщин было больше Чем у врагов Как бы И слава богу Юрий А на фестивале Сибирский огонь Бывают люди Которые приезжают В форме Других участников Великой Отечественной войны Других стран Участников Не только Русской И немецкой У нас нет В европейской части Конечно Там приезжают реконструкторы Там всякие Англичане Там И американцы Там вот этого тема Как бы С вторым фронтом И так далее В славном городе Владивостоке Наконец-то Удалось провести Реконструкцию Позвященную событиям Халкингола А это вообще проблема Потому что там Не немцы А японцы Представляете Как бы То есть Специально привезли Несколько японских Реконструкторов Которые Соответственно Изображали Врагов Да Потому что Был юбилейный Как бы год А события 38 года 2018 год Был юбилейный И вот Халкингол Там как раз На Дальнем Востоке Ребята показывали Как бы Вот это сражение Зрителям Впервые была Ну достаточно хорошая Удачная попытка Вот это все Возродить У нас как-то Вот в Сибири живем В центре Нам бы Дай бог Основную базу Какую-то Показать Потому что Ну вот До всей экзотики Нам просто ехать далеко Да Что называется У нас Какие-то базовые элементы Истории Мы стараемся Демонстрировать Ну и вот Вернемся к нам Тогда Как принять участие Любой ли человек Это может сделать Или нужно как-то Войти в вашу организацию Вступить в клуб И Где брать Вот это Какие-то первые Шаги Подскажите Где взять форму Много ли денег На это придется потратить Я думаю даже много желающих Прям на реконструкцию Подходит и спрашивает На реконструкцию Да Много Как бы подходят Спрашивают Но реконструкторов То немного Ведь это заранее Намного По факту Девять исторических эпох Представляем На Сибирском огне Практически Вот из всех городов Которые у нас есть В округе Там даже из Москвы Ребята приезжают И так далее И у нас Пятьсот Там сорок Человек набирается То есть не больше То есть интересуются Многие Приходят далеко не все Но это такое же хобби Как я не знаю Вот есть охота Есть рыбалка Есть историческая реконструкция Соответственно Конечно проще Собраться в клубе Потому что там тебе Все подскажут Наставника дадут Который Ну то есть нет Такого магазина Все для реконструкции Точнее такие магазины есть Но то что ты там купишь Оно потом тебя засмеют Просто ребята Потому что что-то одно Там продается хорошее А все остальное Там так В себе В таком поре Да В общем вызывающие Большие нарекания У твоих коллег Кто долго занимается Вот этим хобби Проще конечно в клубе Как бы соответственно С клубами проще Знакомиться Да То есть на фестивалях На мероприятиях Хотя соцсети Опять же сейчас По соцсетям Все можно найти У нас там в группе Сибирского огня Только там Более 4,5 тысячи подписчиков Там все клубы Можно найти Задаешь вопрос группе И любой желающий Можно конечно влететь Насколько заранее Нужно прийти до мероприятия Чтобы поучаствовать Вот вы говорили 9 мая Начинается примерно С декабря Уже Это прям не человеческие А вообще этот процесс Бесконечный И понятно Что вот как бы Прошел фестиваль И сразу пришел в клуб И начал подготовку К следующему Вот так вот То есть ты начинаешь С минимального комплекта Потом ты начинаешь Там зимнюю форму себе Находить Приобретать Шить Потом ты начинаешь Себе какие-то дополнительные Элементы Типа Бытовые Бытовые Да Потому что Пляжечки Плюс кляжки надо почитать Все-таки надо Это же Кляжечки надо обязательно Историю надо знать Да Своё личное мнение Как оно правильно было У тебя должно обязательно быть Потому что Вот в том еще и прелесть Реконструкции Что можно посидеть И поспорить И привести какие-то аргументы Или доказать Что даже в этой книжке Что-то неправильно написано То есть и более начитанные люди Они ну естественно Каждый раз еще и сценарий С участниками Прорабатываете Очень усиленно Да И хотелось бы это делать еще лучше Ну вот пока у нас Так сказать Пока Сами справляетесь Или преподаватели Историки Каких-то привлекаетесь Историков нет Есть Секунду Можно про сценарий Хорошо Давайте Есть такой элемент Что Как бы вот Ну Всем же не интересно Что русские пришли И победили немцев Да Грубо говоря Мы понимаем Что чем закончилось То-то или то-то сражение Есть какие-то крамольные вещи Когда на 22 июня Когда нужно как-то Показывать Как бы что Ну извините Там все понятно Что происходило 22 июня И опять же делать так Чтобы у детей Не сложилось Какого-то превратного Ощущения О том Что не наша армия Всех сильнее Да Скажем так И соответственно Вот реконструкторы Понимая общую Конвоз сценария Всегда в эпизодах Могут разыграть Такие Ну как бы Между собой уже Взаимодействуют Какие-то вещи Там и рукопашный бой И так далее Там где-то героическая смерть Где-то там Еще что-то Ну то есть Внезапные элементы Которые сценариям Не предусмотрены В чем прелесть Реконструкции Это живой Такой организм То есть И нет такого Что все по указочке Ходили И все там Под режиссу Что-то делали Там упал Тут Да Ну то есть Мы понимаем Как взаимодействовали Подразделения Но индивидуально В рамках подразделения Ты можешь там Чего-то еще Такого совершить Если у тебя Особое предпроявится Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok